О том, какую именно модель следует считать первым в мире кроссовером, написаны сотни, если не тысячи статей. В силу неопределенности значения данного термина кандидатами на звание первого считаются не менее десятка автомобилей, включая Ниву и даже ГАЗ М72, победу с полным приводом и внушительным дорожным просветом. Но наше видео будет посвящено не истории кроссоверов как таковых, а истории одной отдельно взятой модели, которую многие источники называют первым современным кроссовером, благодаря полностью легковому поведению на обычных ровных дорогах и вполне приличным внедорожным способностям. И уж точно этот автомобиль можно назвать самым интересным представителем едва начавшегося зарождаться класса. Ведь он выпускался в широчайшей кузовной гамме, включая седан, купе, хэтчбек, универсал и даже кабриолет. Дамы и господа, встречайте AMC Eagle, представленный то ли в августе, то ли в сентябре 79-го. Первый и единственный серийный американский полноприводный легковой автомобиль своего времени. 1978 год. Корпорация American Motors едва держится на плаву, и денег, получаемых с падающих продаж «Конкордов» и «Спиритов» совершенно не хватает для инвестирования в развитие нового хэтчбека «Пейсер», который сегодня принято считать намного опередившим свое время и поэтому катастрофически недооцененным на момент его существования. К концу 70-х лишь внедорожники «Джип» серии «Си Джей», производимые AMC десятками тысяч помогали компании сводить концы с концами. Руководство понимает, что будущее корпорации зависит от появления новой нишевой модели, и в условиях сильнейшего дефицита бюджета принято решение создать автомобиль из того, что есть в наличии – внедорожных компонентов «Джип» и легковых платформ собственной марки, и в частности проверенной архитектурой «Конкорд», в основе которой лежал старый добрый «Хорнет». Вот так дешево и быстро был рожден AMC Eagle – один из самых инновационных автомобилей американского автостроения тех лет и один из самых успешных автомобилей производства American Motors Corporation. Когда Рой Лам, идущий инженер подразделения AMC Jeep, впервые предложил использовать модернизированную джиповскую систему постоянного полного привода под кузовом легкового «Конкорда» с увеличенным на 8 см дорожным просветом, некоторые из присутствующих на собрании просто покрутили пальцем у виска. Но по итогу, выдающаяся креативность Лама привела к появлению модели, положившей, по словам журнала Fowiller, начало новому поколению автомобилей. В полной мере распробовать и оценить все преимущества такого типа машин покупатели смогли лишь четверть века спустя, когда все или почти все автомобильное население планеты потихоньку начало подсаживаться на кроссоверы. Еще в 1973-м Ланс проектировал систему постоянного полного привода 4WD Quadratrac, использовавшуюся на джипах. Но для Eagle инженер предложил усовершенствованную конструкцию AVD, поначалу использовавшую технологию FF или формулу Фергюсона, а затем переключившуюся на еще более продвинутую систему New Process Gear с чувствительной скоростью вискомуфты. Жидкость на основе силикона, использовавшаяся в этой муфте, отличалась высокой стойкостью к нагреву, благодаря чему обеспечивалась ее постоянная вязкость в различных температурных условиях, а значит незаметное, ровное распределение момента между осями при любых нагрузках. В результате покупатель получал машину с отличным для своего времени сцеплением с любой поверхностью. Отбросив в сторону малоинтересные технические особенности полного привода Eagle, следует сказать, что он был гораздо более продвинутым, чем подключаемый 4WD, использовавшийся тогда на Subaru, и согласно журналы Popular Science, наделял машину отличной проходимостью по грязи, песку, снегу и в других условиях, которые могут остановить обычный седан. Eagle, таким образом, стал превосходным выбором и для жителей труднодоступных областей, в частности для заснеженных северных районов Канады, и для тех, кому нужно было двигаться в заданном направлении, невзирая на погодные и дорожные условия. Первый Eagle вышел на рынок под знаком 1980-го модельного года и предлагался покупателям в кузовах двух- или четырехдверного седана, а также универсала. В этом году автомобиль был доступен только с проверенной 258-й рядной шестеркой, объемом 4,2 литра, мощностью в 114 лошадиных сил и крутящим моментом в 285 ньютон-метров. На колеса момент передавался посредством трехскоростной автоматической крайслеровской трансмиссии. В отличие от традиционных внедорожников, Eagle с клиренсом почти в 22 сантиметра имел независимую переднюю подвеску и уже в базовой комплектации оснащался усилителем руля и передними дисковыми тормозами. За доплату предлагалась подвеска типа Heavy Duty с более мощными передними и задними стабилизаторами, передними амортизаторами и задними рессорами. Также машину можно было оснастить опциональной системой автоматического выравнивания подвески, работавшей с помощью сенсоров. В топовую комплектацию Eagle под названием Limited входили кожаная или комбинированная обивка сидений, центральный замок, задние ремни безопасности, кожаная оплетка рулевого колеса с деревянными вставками на клаксоне и многое прочее. Из наиболее интересного опционального оборудования следует отметить кассетную магнитолу с четырьмя динамиками, люк, круиз-контроль, а также регулирующуюся по высоте рулевую колонку. Все комплектации Eagle поставлялись заводской антикоррозийной обработкой с гарантией от сквозной коррозии на 5 лет. В 1981 году к модельной линейке Eagle присоединились версии Comeback и SX4, которые представляли собой перелицованное полноприводное модификации моделей Gremlin и Spirit соответственно. Спортивное купе SX4 при массе в 1375 кг весило примерно на центнер меньше четырехдверных игл и, как следствие, было чуть быстрее и потребляло меньше бензина. Comeback, в свою очередь, выступал как наиболее дешевая версия модели со скромной ценой в 5995 долларов. Comeback позиционировался как первая новая машина для молодых покупателей. И с высоким по меркам AMC тиражом в 5603 проданных в 1981 году экземпляра, модель вполне оправдала возложенные на нее надежды. Еще одно важное нововведение 1981 года – это новый базовый двигатель. Крайслеровский четырехцилиндровый агрегат объемом в 2,5 литра с двумя карбюраторами Rochester, мощностью в 82 лошадиных силы и моментом в 170 ньютон-метров. Также появилась возможность установки четырехскоростной механики и пятискоростного автомата. Заявленный городской расход Eagle SX4 с автоматом на четырехцилиндровом моторе составлял 11,8 литра на 100 км, а с более крупным шестицилиндровым двигателем – 11,2 литра на 100 км пробега. В 82-м, после того, как 49% акций AMC выкупила компания Renault, Eagle обзавелся системой Select Drive, позволявшей отключать привод на переднюю ось. Сделать это можно было только двумя руками и на неподвижной машине, но зато прямо из салона. С 85-го года эта система могла работать уже во время движения. В течение 81-го и 82-го годов в дилерской сети AMC можно было приобрести кабриолеты Eagle Sundancer, производством которых по контракту занималась компания Griffith. Это была отчаянная попытка привлечь новых покупателей с моделью, аналогов которой на американском рынке просто не существовало. Ожидания были столь высоки, что компания Griffith даже планировала построить небольшой завод в Киноше, рядом с заводом AMC, для производства таких кабриолетов. Но как сегодня принято говорить, что-то пошло не так, и за два года было выпущено всего около 200 Sundancer, чего явно не хватало для жизнеспособного бизнес-кейса. Еще одна интереснейшая модель в составе линейки AMC Eagle – это турбодизельная версия с итальянским двигателем Stabilimenti Mekanici VM, предложенная к производству в 1981 году. 3,6-литровая дизельная шестерка с турбонаддувом выдавала 150 лошадиных сил мощности и 297 ньютон-метров крутящего момента. Минимальный расход топлива, который намерили специалисты AMC у полноприводного Eagle с таким двигателем, составлял 6,7 литра на 100 километров. Учитывая, что дизельное топливо в Штатах в 1980 году стоило в полтора раза дешевле бензина, компания собиралась позиционировать такую модель чуть ли не как самую экономичную полноприводную машину в Америке. Проблема заключалась лишь в том, что рекомендованная цена AMC Eagle турбодизель составляла 19 500 долларов, ровно на 9 000 долларов больше, чем стоимость полностью заряженного Eagle в комплектации Limited с бензиновым 4,2-литровым двигателем. То есть, чтобы начать действительно экономить на топливе, владельцу дизельной машины пришлось бы сначала проехать почти 400 тысяч километров. Неудивительно, что общий тираж построенных Eagle турбодизель составил по одним данным 20, по другим 8, а по третьим и вовсе 5 экземпляров. Жизненный цикл AMC Eagle с некоторыми изменениями в дизайне и кое-каким техническим апгрейдом продолжался до момента, когда контроль над American Motors не перешел к корпорации Chrysler в 1987 году. В линейке осталась лишь универсальная версия, переименованная Wiggle Wagon. Но и она была выведена из обращения в конце года с тиражом менее 2400 проданных единиц. С 1979 по 1988 включительно было реализовано 197 449 экземпляров Eagle во всех типах кузовов. Пик продаж пришелся на первый год и составил 45 379 машин. Несмотря на то, что модель была инновационной с технической точки зрения, она базировалась на откровенно старых кузовах AMC, чем и было обусловлено дальнейшее ежегодное снижение продаж. К 1988 году американские автопроизводители модернизировали практически все свои продукты, тогда как Eagle по большому счету застрял в самом начале 80-х. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Chrysler отправил Орла на пенсию. Но следует отдать корпорации должное. Имя Eagle не было похоронено вместе с моделью. В течение следующих 10 лет Chrysler использовал его как отдельную премиальную модельную серию, конкурировавшую с импортными одноклассниками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok